Отработали правую, левую, идёте дальше, отработали первую ближнюю, потом третью, потом дальнюю, потом встали, сделали сброс, перезародили, заслали и отработали. Показывает количество патронов, когда забьется полный, будет видно, что он обманывает. Вот, если пробовать дослать, сейчас и безопасно. Иногда туго заходит. Всё так легко рукой? Нет, сейчас нормально. Вечером дома клаца, он туго заходил. Вот так, ещё один вопрос. Слушайте, разрешение есть и у вас, и у вас. Она чем, мушковёртом или нужна? Нет, можно пальцем. Можно руками. Да, тут пин, он отжимается и прокручивается, взял отвертку. Так, здесь диоптр. Он перекидной нет или просто складной? Складной. Такой лёгенький. Да. Одной рукой можно держать. Так, надо ещё чуть вверх поднять и вправо получается. Да. Хотя сейчас в одной плоскости его отстреливать. Тан Brasil дорогой. А�, калычок. Так, держ вот скорее всего это еще немного я удивился что настолько сильно выключена муж но вот эти вот появились туда ну все 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 два клика и на этом можно заканчивать ну да вот так вроде видно что то вообще ж пипец у меня зеленая это самая кружочка даже не вижу так когда без очков длинный ну что кельтек саб 2000 пластмассовое оружие без предохранителя на этом снят тогда получается что что ниже все пришло да а сколько я 5 6 сей пришли о по-моему оно так а ну ка ну дали так еще не маленькая щель завтыкал без перчаток защемило да и все так вот здесь или вот здесь когда взводишь ну не успел отпустить руку и все но это можно только на стрельбе что так нельзя делать или поставили и теперь чтобы быстро выстрелить нам раз все здесь на тренироваться можно за полторы секунды и короткие магазины в руках и он когда служил вот вот это вся его как высота так носить нельзя так ствол к себе ну да стрёмно однако да вот это защелка дально себя на себя до нас фиксирует магазине до защиты боков заранее для этого фокуса надо открывая открывая затворной задержки нету надо было взять пару бутылочек кока-колы и массивно расстрелять газировка есть пластиковый пистолет она и здесь пальцы нормально так зажимает попал что не упал и не нравится выше идет до ниже вот только пристрелялся да ну как не укажешь ну ну конечно становись сюда чтобы кадр попадал коллиматор пристрелен собственно все идеально ну что народ привет хочу представить подписчик или зритель подписчик подписчик Григорий предложил сделать обзор по своему вновь купленному Кельтек САБ-2000 пластиковый пистолет можно так сказать как вы видели мы немножко постреляли так просто оскомину сбить получается новый владелец еще сегодня только первый раз сам стрелял то есть пытался пристрелять прицельные на этом девайсе ну своеобразный я так понимаю девайс да такой потому что я честно говоря первый раз такое вижу что есть диод а нужно выставлять на самой мушке и в вертикали горизонталь но Кельтек вообще своеобразная система как вы понимаете давайте наверное сейчас мы откроем это я так понимаю ты магазин уже купил значит магазины есть это насколько на 20 до 27 и магна 27 и про магна типа на 31 но по факту лучше 30 забивать показывает количество патронов когда забьется полный будет видно что обманывает то есть нормально не вылазит не вылазит но очень туго и а затыки были или нет еще не было у меня если помните мы когда-то пробовали db9 стрелять ссылочка вот здесь выползет наверно и там на промагах перекашивался подаватель были проблемы с подачей патронов на ну на арке тоже в 9 на 21 но это другой разговор давайте сейчас посмотрим Кельтек вот в такой коробке он идет собственно коробка от пиццы можно кстати есть некоторые пиццерии у нас в частности в Борисполе они делали короче коробка с обратной стороны мишенька на обратной стороне то есть пиццу похавали с ребятами на природе и постреляли ну вот такая коробочка я надеюсь будет видно кстати ребята сразу прошу прощения я старенький уже забыл микрофон просто взять петлички поэтому будем стараться громче говорить если будет ветер уж извиняйте потому что камеры вот которые окружающие пишут вот такая собственно коробка непритязательная картонная здесь магазин на сколько? 10 базовый а кто производил? а это Pimac тоже что ли? Pimac в комплекте кстати только пятка расширителя сделана по длине чтобы подходила под ручку потому что стандартная десятка она чуть короче ага видно вот это удлинитель идет да пластиковый вот здесь видно по этим самым ну сейчас мы в магазин вставим и посмотрим так вот здесь у нас складывается ну давайте посмотрим что здесь еще внутри так наклеечка кельтек можно на машину приклеить владельцев мануальчик цветной взрыв полная разборка взрыв схемы полная вообще до винтика ну взрыв схема стандартная есть так вот еще наклеечки прикольные ну кому то прикольные кому то так ага это у нас что? это для настройки чего VILL NOT WORK ON MY GLOG AGREE так это еще под разные магазины скорее всего он же в разных калибрах смотрите да кто шарит что это такое напишите в комментариях чтобы я время не занимал как бы это мы пока отложим давайте посмотрим сам девайс сам девайс сам девайс поближе блин тут клавочка далеко честно говоря так у нас здесь еще это кто у нас? это рюгер ой рюгер в фабовском обвесе да в фабовском луже из него мы тоже постреляли он лежит здесь чисто так для для композиции если кому то будет интересно пишите комментарии просите Григория если что мы еще поедем мы как бы постреляем ну давайте смотреть на сам девайс собственно вот такой вот по длине честно говоря к нам в Украину заезжай только вот такой длины меньше нету потому что есть по сути дела на 2 дюйма короче у которого мушка вот здесь получается складывается он еще более контактный я его мерил рулеткой он 81 см то есть в разложенном составе с максимально сложенным прикладом вот здесь да максимально сложен приклад видно вот здесь пин есть здесь три положения приклад на трубе движется то есть можно пин убрать он же является и штифтом который держит собственно пружину с бафером и болтом затвором по полтора сантиметра здесь можно увеличить в принципе оно и так хватает если честно вот лично для меня как-то ну я такой щекатый как вы видите да и вложиться в трубу чтобы попасть глазом в диоптер нормально прицелиться довольно сложно вот но я немножко даже попадал там уже куда-то так вот таким образом он раскладывается и сразу у него поднимается цель ага он еще так своеобразно поднимается именно в разложенном состоянии вот когда складывается вот так такое двухэтатное складывание а когда раскладывается тоже двухэтатное раскладывание поднимается диоптер он никуда ни в стороны не движется ни верхнюю низ как я уже сказал здесь только вот можно на мушку наверное если посмотрите вот где пенечек получается мушки он смещен сильно вправо то есть это пришлось как внутри да мушка идет как у омки примерно регулируется а по горизонтали регулируется вот здесь сзади болт и можно регулировать но вроде как Григорий говорит вот здесь есть еще контргайка ее можно открутить и сама мушка она накручена на резьбу ее тоже еще можно попробовать подвинуть но мне кажется она в крайнем положении то есть ее просто поджали и уже ты ее никуда сильно здесь или подкладывать что-то придется если ты захочешь немножко ее чуть вперед продвинуть чтобы контрагайка зажилась и как видите есть здесь защита резьбы гайка такая накручена специально то есть можно глушитель поставить какой здесь 1,2 на 28 1,2 на 28 то есть как у арки получается 1,2 на 28 резьба но дырочка выход ствола 9 миллиметров кстати производители глушителей мы конечно не стояли без глушителя и в принципе это так пока пристрелочное такое видео просто посмотреть что на такое себя представляет вполне григорий тоже согласен предоставить новый девайс патроны и так далее выйдем на стрельбище глушитель примеряем постреляем в принципе я так послушал наушники можно было даже не одевать они особо громких патроны какие использовался патроны и я так понимаю не сапсоник очень дорого без глушителя нет смысла взять сапсоник патроны ну в общем вы услышали да пока пока использовали мак патроны макпечь какие-то то есть обычные скорость написано но они явно где-то 315 перед полка 350 метров секунду скорее всего вот и то есть если будет глушитель если будет желание у зрителя вы тоже пишите комментарии надеюсь производитель игру глушитель у нас в украине отзовутся и мы сможем испытать глушитель на он девайс это же получается мушку можно скрутить и до полу интегрированный здесь еще нюанс здесь две резьбы резьба которая для мушки она шире ну понятно если этот же карабин только в сороком калибре резьба одинаково ничего можете что и что заглушки но вот где-то там короче пишите мы мы всегда рады будем попробовать ваши ваши девайсы для этого даже раскошелимся на патроны сапсоник чтобы попробовать так ну что здесь можно показать да самая главная система ребята это по сути дело одну пистолет потому что если брать у нас здесь все пусто все проверено после стрельбы магазин пустой по сути дела это пистолет удлиненный но заряжание как видите у нее специфичное то есть типа аля как у был папа то есть у него пружина затвор аля как у арки в трубе приклада но рукоятка взвода тоже снизу вниз не сверху не сбоку ну сверху не получится потому что без забыл сразу останется потому что она во время стрельбы бежать правильно тут ничего никакого разделенного вот этого разведения то есть чтобы нам все разбираем да очень просто мы еще разберем показывается в общем вот такой давай своеобразный и говорят за ним довольно приличную очередь идет то есть люди разбила район еще не заехал не то что магазин а еще когда только узнает какая партия заедет в украину на них уже выстраиваться в вармага очередь чтобы купить вот человеку повезло он купил дождал полгода даже то ничего себе так ну давайте посмотрим ближе кельтек с чего сенси инкорпорейтед кокоафе и здесь они пишут блок 17 и 22 магазины он хавая мы смотрим что они вот такие могут быть разные сброс здесь стандартный кнопочный на рукоятке кнопка не перебрасывается на другую сторону магазин по длине то есть кто для спорта хочет принципе ну тут рукоятка наверно поприкольнее было да вот так чисто селиться с рукояткой смотри такой своеобразный давай складывается довольно интересно то есть нажимается скоба вниз вот таким вот образом ну а так перевозить уже не совсем удобно с коротким магазином чуть получше вот опять же можно возить такой тугая пружинка можно возить вот так соответственно патронник у вас пустой магазин может быть с патронами и например друг что вам сразу нужно разложить и можете работать на видео вы видели или еще увидеть примерно так ну что давай разберем наверно посмотрим что на затягивать а в принципе вопросы когда возникнуть у людей мы тогда уже видим что досмотрим дальше ничего не надо никаких выколоток мы нажимаем защелку заднюю и выдавливаем пимон пимон письма туго идет так заглушка как видим все ухты как уеха пошел все пластик ребята ну это ужас как причем я бы назвал это палкой стрелял потому что металлические детали остальные всего до всего 2 пружина она без направлял письма с направляем калашовская направлять шутка все-таки запор здесь из двух половинок такие вот это же они не сделают самая тяжелая наверное вещь в этом пистолете это я называю пистолет пистолет по сути правильный затвор сцепляется таким образом это по сути дела грузик в которой вставляется рукоятка вот она фиксируется пружина поджимается потом чтобы она не выпала ну да здесь есть в принципе если приложить какое-то усилие можно выдернуть вот такое так здесь у нас получается прорезь внутри я так понимаю здесь круговая система внутри да подпружиненный ударник видно потому что не падает до подпружиненный все таки выбрасыватели сбоку подаватель все зеркало затвора ничего такого это просто кусок лома с дыркой внутри с двумя дырками одна для пружины другая для рукоятки все по сути дела что здесь дальше еще звание модели серийный серийный мы не будем показывать название модели мусором на кайпик какого филе сад 2000 не прошла генерация была проблема с этой гайкой на разбалтывал они решили вопрос кардинально теперь нет гайки красавчики да тут короче не гайка какой-то на сантехнический фитинг какой-то пластиковый причем а труба снимается не брать полностью как вы видите все на на болтах под шестигранник и просто скручена из двух половинок естественно когда все раскручивается все разбирается вот эта часть ствол здесь тоже он просто получается пластиковое ложе вложен да там ничего нигде ну термо какой-то упрочненный пластик по сути дела потому что все же это дело но он не вывешенный получать не вне вывешены потому что вот все зажато практически по всей длине ствола то есть целью обжата вокруг ствола поэтому особо там такого вход в патроник никакой не горки ничего нет если это не азар калиф на руках горка внутри кстати да все я увидел да я просто говорю что здесь такой фаска сделано на 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 патроннике горка внутри она идет как продолжение магазин вот именно но я не знаю вам видно не будет вот может может отсюда постараюсь показать вот внутри где тут на просвет чем по горке вот видно такая пластиночка как бы и в ней полукруглый вырез вот вот это и есть как бы горка доступного тюнинга по горке идет металлическая горка как тюнинг просто оригинальная пластиковая вот когда в драматах горка не пластиковая они здесь пластик горки используют ну сам пистолет пластиковый чем уговорить причем ну такой своеобразный очень интересно работает предохранитель когда мы соберем я покажу он по-разному работает со взведенным затвором и не сведенный он ходит правой собирать еще разная толщина ствола если посмотреть может быть видно здесь полу тоньше волшебал тоньше опять толще давайте я попытаюсь показать вот здесь вот переход видно то есть вот эта часть толстая а вот вот это дальше она уже более тонко вот если будет видно вот здесь вот видно утолщение дальше уже тоньше она идет теперь соберем я покажу нюанс с работой предохранителя они вот это или все таки приклада потом заглушка и потом пин ну я думаю вы вы понимаете что прожимается чуть-чуть вот эта заглушка вот так сюда пин или вытягивается или вставляется то есть нужно немножко поджать потом под действием пружины соответственно все отходит назад и я мы таким образом фиксируется там тоже здесь и в пине этом толстом вырез такой же как на рукоятке был то есть пружина в обе стороны это контрит и она как бы не разваливается но разбирается как видите без инструмента я обмазался в смогу какой-то что полу предохранителя у нас он сейчас не взведен и когда мы пытаемся выжать кнопку предохранителя поставить она не доходит до полности да если мы его взведем и выжмем кнопку то видно даже вот шарик вышел гораздо глубже здесь и он полностью утапливается предохранитель вот шарик вылазит а предохранитель работает вот таким вот образом ну стандартный кнопочный предохранитель на многих системах используется по тюнингу я исследовал вопрос тюнинга этой модели есть компания вами таки правда не вспомню название она что полный комплект тюнинга из полезного это специальное крепление для коллиматор поскольку если основной стандартный коллиматор естественно в словенном видео вы не сможете использовать карабин потому что если сложить мы видим что здесь просто запасов нигде нет не там где планка пикатинни и не здесь в районе ствольной коробки получается что ты говорил какой то есть который есть вешается сбоку да вот в эти винты есть специальный крепеж для коллиматора он идет под планку пикатинни он складывается на бок когда карабин сложен когда мы раскладываем карабин коллиматор получается здесь и он так вот защелкивается и все можно работать система алюминиевая тоже пластиковая алюминий ну либо какой-то металл надо читать и стена что я хотел сделать это все-таки решить вопрос коллиматором возможно есть какие-то варианты в блок что-то поставить под углом чтобы не мешало складываться плюс наверно это протюнить открытые прицельные чтобы им было более удобно пользоваться как бы к ну да потому что теряется как бы сама сам смысл складного оружия если ты не можешь на него нормальный прицельным поставить потому что вот эти стандартные для быстрой стрельбы но они как бы может кто-то конечно научиться очень быстро там со вскидкой стрелять но очень тяжело сюда вложиться и начать стрелять то есть новичку так и подавно и даже профессионал какой-то ну ему нужно больше будет навыков а это все равно потеря драгоценных секунд если в соревновании использовать такую штуку на коллиматор конечно решает я вам 100 лет не стрелял с этого с коллиматора взял там в десятку все просто так на на совал на совал и нормально но из этого конечно чуть отдача посильнее будет но тем не менее коллиматором конечно целиться будет намного удобней да и я не уверен что даже по 30 грамм нет по 30 станет кстати потому что по 30 он ложится как раз вот в эти пазы и он будет у тебя сбоку кстати надо будет попробовать у меня где-то было крепление если не найдешь я тебе дам попробуешь сам поставить на единственный минус что возможно даже совместим кстати да почему бы и нет просто шокольматор будет аж вот здесь где-то стоять немного дальше да вот получается ты его так раз скину кстати гильзы будут вот так падать далеко не летать гильзы кстати недалеко летать не не больше метра где-то поэтому принципе такая машинка еще есть что сказать по нему меня все такого специфического в общем ребята пилотный выпуск небольшой то есть подписчик ко мне обратился подписчик зритель обратился сказал я купил вот такой ствол довольно ну скажем не то что редкий а своеобразный поехали постреляем правда собирались наверно сколько недели две или три да ну наконец-то видите собрались и сегодня попробовали постреляли поэтому если у вас будут какие-то вопросы пожелания пишите в комментарии задавайте вопросы ну а мы ждем производителей глушителей и готовы провести тест как кстати на 9 на 21 так и можно какая резьба на точно такая на руки тоже 1 2 на 28 помимо гасить перекручивается просто если резьба подходит 1 в 1 ну все просто по поднял кашку нужно по сути дела глушитель для 223 подойдет здесь полуинтеграл просятся сюда конечно красиво чтобы не удлинять потому что все вот эти изыски у нас которые идут это складное оружие так далее приклады все как бы люди хотят компактное оружие чтобы у них было как для переноски так и не буду дальше распространяться на эту тему в общем все хотят компактного оружия ну удобно ну как бы вообще в последневной жизни можно так сказать так что ждем предложение григорий ждет я как бы всегда готов поснимать поучаствовать пострелять на шару так что такой вот все ребята на этом все григорий еще раз спасибо кстати разноходство первый раз увиделись так пришли постреляли за вами и лайки и комментарии и подписывайтесь на канал всем удачи пока до новых встреч счастливо и и и и и Продолжение следует...